Субтитры сделал DimaTorzok Здесь 20 миллионов помогали. Уголовное дело впереди суд. Но следователь на свободе. Я знал одного из них очень хорошо. Это Руслан Паркин. Он долгое время работал в ЦАУ в прокуратуре. День и ночь сидел, закопавшись как крот среди бумаг. По 18 часов в сутки работал. Жил богато? Нет, абсолютно. Потом дальше он перешел в городскую прокуратуру. И, видимо, кто-то ему подсказал. У тебя такой огромный пласт дел, который ты знаешь. Ты знаешь, фабул. Иди в адвокаты. И дальше мы начнем по этим делам рулить. Ну так, к тебе обращаются, что называется, за советом. Ты тут уже сливаешь куда-нибудь. Конечно. И материалы он забрал с собой. У нас же все на дискете умещается. Ты можешь 5 тысяч дел взять и переложить. А у него был доступ ко всему. Он был руководителем одной из самых серьезных управлений в городской прокуратуре. Во-первых, следствие тянулось около полутора лет. А что там было полтора года расследовать? Я не знаю, что они расследовали полтора года. И сейчас предъявлено обвинение. Оно сдвинулось с мертвой точки и уже заканчивается. А Гривцова как, с поличным брали? Практически, да. Сначала он был арестован. Просидел порядка месяца. Его выпустили. То есть, вы хотите сказать, что следствие с самого начала было не заинтересовано в том, чтобы их коллега, уже бывший Гривцов, сел в тюрьму? Да, это читалось. Первый год это читалось. То есть, система своих не хотела сдавать ни в какую? И первый год расследования закончился тем, что обвинение было предъявлено совершенно по другому составу. Но Гривцову? Совершенно верно. Подождите, если все-таки есть меченые деньги, аж 20 миллионов. Все снимает, видимо, камера, да, как это делается. И это все уже не есть основание для... Не для чего? Да, вот так произошло. И вас же признали еще и виноватыми? Да, это чудеса. Людей, которые пришли за помощью в следственные органы? Да. А Гривцова отпускают из тюрьмы через месяц? Да. Хорошо, что все-таки есть объективный руководство Следственного комитета. Я думаю, что это был вопрос среднего уровня. И вот когда уже руководство Следственного комитета узнало о том, что произошло, это обвинение было переделано. И дело готовится к передаче в суд. Жизнь сейчас такая быстрая. Люди думают, что на этих скоростях жизненных так похотя можно двадцаточку больших, как сейчас говорят в лямах, зацепить и человек даст. Что у нас есть деньги и можно поиграть. Да. Или мы действительно поглупели. Мы все, мы нация. Мы страна. Невозможное стало возможным. Действительно, на ровном месте трудно поверить, но это так. Невозможное стало возможным. По всем местам. Происходит такой перевертыш очень мощный. Спецслужб. Нас трогать нельзя. То есть тебя не удивила история с 20 миллионами долларов? Да меня ничего здесь не удивляет. Понимаете, уже нет ни к чему доверия. После того, что случилось со мной и мне сегодня. Вот мы же говорили и показывали все. Вот тогда история дома в Колпачном переулке, как Кадаковский, Дарас. Мне говорят, все это вранье и неправда. Это она себя пиарит. Но это же не спецслужб. Они, конечно, говорят, но травля-то началась. Она правильно сказала. Нарусова. Она абсолютно... Бабло побеждает все на свете? Абсолютно сегодня так. Редактор субтитров А.Семкин